Строительство скоростной трассы сократит время от Жубги до Адлера с 7 до полутора часов. Общая протяженность составит более 130 километров. Сейчас идут подготовительные работы. В селе Высокое как раз в этом месте будет новый тоннель. Здесь скоро начнут строить для него подпорную стену. Буровые установки уже привезли. Всего на обходе Адлера планируется построить два тоннеля, каждый по 6 километров. Они будут идти параллельно. Старт работам на месте будущей развязки с Краснополянским шоссе уже далее. Мы готовились несколько лет. Финансирование есть. Коллеги вышли в полный рост. Самое главное, мы видим поддержку администрации Сочи, администрации Краснодарского края. Ну и самое главное, чтобы мы совместно в декабре 26 года поехали по этому объекту. Три буровые установки будут работать в селе Высокое. Еще две у поселка Кудепста. Они понадобятся в организации площадки для тоннеля проходческого механизированного комплекса и подпорной стены. Весь проект скоростной магистрали планируют завершить через пять лет. Трасса начнется с развязки, расположенной между селом Горское и Джубгой. Пройдет через сложные горные участки. Ее протяженность 171 километр. Стоимость строительства полтора триллиона рублей. А под Адлера станет частью новой автомагистрали на Черноморском побережье. Сейчас доехать на автомобиле до Сочи можно единственным путем по федеральной дороге, путешествуя по ней серьезные испытания для любого водителя из-за постоянных серпантинов. Как отметил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, строительство скоростной трассы – важный проект для всей страны. Городскую инфраструктуру Сочи также готовят к реализации проекта. Новый энергосетевой объект появится в Молдовке. Эта подстанция даст необходимые мощности для строительства эстакады, автомобильной развязки и тоннелей. Увеличат резервы и для жилого сектора. Вся техника уже на месте. Идут подготовительные работы. Обход Адлера планируют построить к 2027 году.